Миротворческие операции Миротворцы. Дорога – террас Пальпендеры. Российские и приднестровские военные встречают президента. Именно по этой дороге 29 июля 92-го в Приднестровье пришли российские миротворцы. Их встречали с цветами и слезами на глазах. Вот уже шесть лет все праздничные мероприятия начинаются отсюда. Карки мира приносят цветы. В возложении участвует президент Красносельский, сопредседатель ОКК от России Андреев, а также руководители министерств и ведомств – российские приднестровские миротворцы. Миротворцы, на мой взгляд, должны находиться на приднестровской земле как минимум до урегулирования многоприднестровского конфликта. Все очень просто. Человек интересует его жизнь, жизнь его близких и спокойствие в государстве. Это дают миротворцы. Вот этого и достаточно. Других механизмов я на сегодняшний день не вижу. Дальше по маршруту мира. Живые цветы легли к памятному знаку в честь 20-летия ввода миротворческих сил и на мемориале памяти и скорби. Олег Беляков 29 июля в 92-м году тоже был на мосту. Так он вспоминает тот день. Я обеспечивал охрану непосредственно моста через реку Днестр со своим подразделением и обеспечивал как раз вот этот правый берег для ввода миротворческих сил с точки зрения безопасности. В зону безопасности на первоначальной основе вошло 3200 миротворцев Российской Федерации, 1200 миротворцев Приднестровья и 1200 миротворцев Молдовы. Они обеспечили полностью развод вооруженных формирований, разведению конфликтующих сторон. Воочию сам лично видел всякие колонны входящие, плачущих женщин, цветы. То счастье на лицах людей, когда воспринимали движение этих колонн. А это уже совместный штаб миротворческих сил. Звучат российские и приднестровские гимны в честь 31-й годовщины ввода миротворцев в Приднестровье. Праздник лучших наградили медалями. Миротворческая операция 31 год доказывает свою эффективность. И менять её нельзя. Об этом говорят на празднике. Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно актуальности этого формата, сегодня в условиях сложной региональной обстановки очевидно, что именно последовательное выполнение возложенной на миротворцев миссии остаётся неотъемлемым условием для продвижения политического диалога. Полностью военные действия на Приднестровской земле прекратились 1 августа 1992-го. Российская миротворческая миссия продолжается.